Всем привет! Начинаем новый влог и начинаем с кухни, с готовки. Сейчас стараюсь приготовить тушеную картошку. Уже запустила, порезала курицу кусочками. Значит, на семерочке вот тушу ее. Посолила, немножко добавила карри, немножко добавила базилика, чесночка. Я, ну, рассыпчатого имею в виду, этих моих приправ вкусных. Ну, вот так вот курочку тушу. Сейчас буду добавлять лучок и, соответственно, вот такую вот пасту. Вот такую вот пасту купила. У нас в споре томатная паста. Она просто без всяких этих ингредиентов. Сейчас буду делать, пошинковала морковь, лучок и все это хочу сюда. Вот так вот. Опа! Ну, все. Перемешала все, добавила пасту. Пускай вот так вот немножко добавила водички и будет тушиться. А тем временем, закрываем крышечкой, буду я нарезать картошку. Приготовила, очистила картошку. Сейчас нарежу кубиками. И когда уже будет все готово, туда пущу. И все потушится и будет очень-очень всем вкусненько. Ну что, продолжаем дальше. Что у нас? О, какой пар получается. Беру вот такую лопаточку. Все это потушилось в томатной пасте. Сейчас добавляю водички. Порезала кубиками картошку. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. И все перемешиваем. Перемешаем. И будет вкусняшка. Все это будет тушиться. Прям картошку не пожалела. Побольше почистила. Остатки. Ну, лук большой. Поэтому. Вот такая вот вкусняшка у нас получается. Все оставляем готовить. Сейчас закипит. И будем сами пробовать, что же получилось. Девчонки, пока у меня там готовится картошка. Ням-ням. Я вас приглашаю с собой вместе убирать ванну. Будем мыть стены. Также мы будем... Сейчас покажу вам. Вот у меня такая ванна. Надо ее почистить. Надо почистить раковину. Надо почистить зеркало. Ну, стены, соответственно, вокруг. Я уже все освободила. И отодвинула даже саму вот эту вот машинку. И, как всегда, за машинкой очень всего интересного происходит. То есть, видите, да, какие пятна. Надо это все вымыть. Ну, ванна такая небольшая, маленькая. У меня туалет-ванна раздельно идет. Поэтому, как бы, туалет я уже вымыла. Показывать я вам не стала. Но вот ванну вместе с вами давайте быстренько помоем. Что я сегодня использую? У меня универсальное средство из FixPrice Чистин. Пробую вот это средство. Оно идет для мытья полов. Но я его использовать буду тоже для мытья стен. В принципе, все нормально. А, да, здесь написано, что подходит для ламината, линолеума, паркета, дерева, плитки и прочих водостойких покрытий. Ну, замечательно. Горный родник. Аромат такой нету никаких сильных каких-то... Ну, этих... Это химозные вот эти вот все. Нет, нормальный запах. На 10 литров воды добавит 30 миллилитров средства. Ну, я как бы побольше даже добавила. Вот этого средства буду использовать. И также из FixPrice использовать буду Homestar. Очень нравится мне, да, для чистки ванн. Для этих сместителей. Для душа, кранов. Вот эту штучку. И у меня еще есть вот такая вот. Надо ее как бы тоже добить. Ее там много силит Бэнк. Ну, тоже здесь для ванны, для кухни быстрое действие. Честно, вот прям еще как бы вот с ним не подружилась. Вообще не знаю. Что-то как. Что-то как-то он мне не зашел. Естественно, тряпочки, как всегда. Тряпочки я покупаю в наборе в Леруа. Мне очень нравится. Там 100 рублей 5 тряпок. Вот такая вот ванна. Все замочила. Помощница. Мне очень нравится эта швабра. Она достаточно небюджетная. Но очень, так сказать, интересная в эксплуатации и помогает. И вот так вот проходим. Раньше я в ванну вставала, чтобы там мыть. А сейчас швабры вообще прям круто. Каждые уголки собирает. И никаких проблем нет. И вот так вот все стены я и помою. Ну и все, девочки. Наша картошечка поспела. Так сказать, пришла в годность. Попробовала чуть-чуть. Очень вкусно. Такая вот тушеная картошка. Очень все эффективно. Не пригорает. Ну, как всегда. Очень-очень вкусненько. Сейчас Ваню уберу. И будем кушать. Ням-ням. Ну все, стены помыла. Блестят, кстати. Средство достаточно хорошее. Понравилось мне. Шваброчкой прям по всей длине помыла стены. Вымыла уже все вот эти вот вешалки. У нас, кстати, вот эта штука, она нерабочая. Поэтому мы на ней просто полотенце вешаем. Вешалка не хватает. Сверлить неохота. Вот. И она нерабочая. Надо тогда весь ремонт делать, чтобы там где-то, короче, контакт отошел. Поэтому она не сушит. Сушилка эта. Она у нас используется как вешалка. За этим стиральной машинкой все вымыла. Тоже там, как всегда, когда под ванной все вымыла, пыль вся скапливается. У меня нет этого кронштейна, девчонки. Потому что он у меня был такой, весь такой замученный, старый. Короче, я плюнула, собрала его и выкинула. Новый кронштейн ставить я не хочу. Потому что не хочу. Потому что я здесь временна. Вот. Когда у меня появится скоро своя квартира, тогда будем и кронштейны ставить, и ремонт делать. Короче, зеркало вымыла. Вот она такая замыленная вся. Надо будет сегодня еще привести себя в порядок. Масочки поделать вместе с вами. Короче, сейчас замочила. Пока мыла, вот эту штуку замочила. Вот этим вот средством. Вот. Силит. Бэнк. Бэнк. А замочила этот, как его, шланг. Ну, душ имеется в виду. Я уже запухалась, что под ванной пока мыла, уже даже это, язык не заплетается. Кранчик замочила. Сейчас они отмокнут. Я их вымою. Осталось мне вымыть. Раковину почистить. Смотрите, какая грязная раковина. И ванну почистить мне осталось. И все. Я даже уже полы вымыла этим средством. Вот. Ну, так пройдусь, если что, будет. Какие-то там недостатки. Может, что-то как-то. Смотрите, как блестят. Очень хорошее средство. Приглядите. С дешёвой. В фикс прайсе. И такое прям интересное. И для плитки, и для этого. Вот, когда будем убираться в комнате и на кухне, тоже буду его использовать для палок. Посмотрим, как оно будет. На линолеуме, как оно будет. Ну, для плитки вообще классно. Вот стены я вымыла. Очень прям с первого раза хорошо пенится. И разводов не оставляет. Ну, классно вообще. Вот. Сейчас потом вот ванну с раковиной замочу. Вот в эту штучку. Видите, я уже замочила этой. Попшикала. Ну, всё. У меня осталось чуть-чуть, и я молодец. Ну, всё, девчонки. Моя уборка пришла практически к завершению. Моя ваня. Небольшой. Итак, по порядку, где что у меня лежит. Вот такая вот у меня. Начинаем с двери. Дверь. Ещё не повесила полотенце новое. Вот здесь вот у меня лежит все моющиеся. Средства. Значит, первое это то, что я туалетная бумага. Всегда запасаюсь вовремя и в нужном количестве. Как минимум 8, чтобы упаковок у меня было. Не люблю, когда чего-то не хватает. Азева беру Deluxe трёхслойная. Вот привыкла. Не люблю ни двухслойную, ни четырёхслойную. Люблю трёхслойную. Вот покупаю. Нравится. Очень удобно, практично. Дальше. Здесь у меня все моющие средства, которые есть. Значит, сейчас быстренько прибегусь, покажу. Это средство для мытья окон. Мне кажется, в Леруа покупала. Ну, вот этот вот порошок я даже не хочу показывать. Я об нём как-то говорила, что я его терпеть не могу. Муж покупает. Здесь вот то, что средство для ванны, раковины. Очень классное средство. Рекомендую. Fixed Price. Сейчас только что мыла. Но там, как бы, знаете, немножко надо подождать, чтобы он сработал. Сразу не начинайте там мыть, тереть что-то. Потому что это... Короче, я сразу начала сейчас с губкой. И у меня прям вот эти все пары пошли в глаза, в рот. И там, как бы, ну, не рекомендуется. Это у меня средство. То, что тоже я показала, чем я сейчас пользовалась. Хорошо, кстати, да. Начала с ним дружить. По поводу этих смес... Ну, господи, какая они, скажите мне. Душа. По поводу кранов. Всё вот это вот. Брызгиваешь. Надо подождать. Просто надо подождать, чтобы он тоже начал работать. Это вообще тоже Fixed Price. Очень классная штука. Да. Для полов, для линолема, для плитки. Здесь у меня ваниш для белого. Тоже Fixed Price 100 рублей. И для белого всегда, чтобы было. Была два цветного уже в пустых баночках. Вот для белого осталось. Значит, покупаю вот такой шампунь чистая линия. Нравится мне чистая линия вообще шампуни. Сама иногда даже пользуюсь. А по поводу шампуня каких я и лично пользуюсь, как-нибудь расскажу. А так у меня пользуются мой сын, муж. И сама тоже время от времени пользуюсь. Дальше. Ласка. Это ласка для чего? Удаляет катышки. Это для, ну, свитера, кофты. Вот это всё. Вот я им стираю. Знаете, нравится. Катышки не создаёт. Эта крышка разбилась. Не создаёт катышка. Хорошо простирывает. Нравится. Такая же ласка для чёрного белья. Ну, была. Всё это всё покупаю по скидкам. Когда есть скидки, вижу, понимаю, беру. И мой любимый Ленор. Тоже золотая орхидея. Тоже рекомендую. Нравится запах. Он ещё один нравится запах. Очень классно. Там какая-то щётка. Любимый мужа щётка. Значит, Бимакс Колор. Попробовала на пробу. И просто-напросто довольна, довольна до безумия. Буду брать синий раз. Рекомендую, рекомендую. Потому что классно. Для цветных. Прям классно отстирывает. Вообще здорово. Просто здорово. И даже, знаете, можно... Там есть у них, я знаю, серия для цветных. Для белых и для чёрных. Хочу тоже попробовать для белых. И для чёрных. Тем более для белых. Ну, классно цветной понравился. И Ариэль. Значит, для белых. Классно нравится. Всё тоже покупаю на скидках. Вот всё покупаю на скидках. Здесь у меня лежат вот такие вот в такой вот... Как сказать? В таком ящике покупала. Специально тоже влюра, что ли. Чтобы здесь сложить. Сбоку не видно. И наверх бросаю вот сюда вот... Ковлетную бумагу. Ну, здесь у меня висят полотенчики. Дальше. И дело, что у меня здесь. Мои электрические щётки. Моя и мужа. Розетка всегда стоит. Включаю. Когда, если машинку не включаю. Ну, мой гарниер. Смывалка, да? Матиллярная вода. Вот эта матиллярная вода. Очень нравится, кстати, с Васильковой водичкой. Понравился. Смывает. Прям смывает. Удаляет макияж. И очень здорово. У меня такая уже запухавшая, уставшая, если честно. Гарниер вот этот вот есть. Покупала для сына. Ну, блин, его не заставишь вовремя всё делать. Надо постоянно его тыкать, мыкать. Чтобы чистил кожу. Против вот этих подростковых угрей и всё остальное. Как-нибудь займёмся с ним. Моё масло для волос. Обязательно. Это Лориаль. Профессиональная линейка. Очень нравится. Рекомендую. И здесь что у меня? Ну, здесь мои лосьоны. Кислотные. Виши, виши, лосьон. И масочки. Всё белорусские. Здесь масочки. Вот всё, что стоит у меня здесь на машинке. Так. Дальше пошли. Значит, вот здесь такая моя подушечка любимая. Специально для меня и покупалась. Здесь это мой угол. И здесь хранятся мои шампуньки. Которые или бальзамы. Значит, бальзам. Я не всегда пользуюсь профессиональной линейкой. Я когда профессиональную покупаю, закупаюсь. Когда просто масс-маркет. То, что мне нравится. Вот Эль Сеф. Вот именно белая линейка. Рекомендую. Тем более блондинкам. Вообще прям на ура. Полное восстановление. Бальзам. Очень-очень классно. Рекомендую. Поверьте мне. Потому что я всю жизнь осветляюсь. Я блондинка. И что самое главное. Не утяжеляет. Маска есть от них. Мне не понравилось. Бустых паночек расскажу. А бальзам нравится. Не утяжеляет. Не жирнит. Корень. Классно. Дальше. Дальше. По поводу шампуньки. Которая новая. Когда снимала видео по поводу окрашивания. Была поражена этой шампунью. Так что тоже рекомендую. Ну здесь моя шампунь. Которая Silver. Профессиональная линейка. Поддерживающая цвет. Моя терка для пяточек. Тоже в профессиональном магазине покупала уже давно. Так. Ну моя любимая швабра помощница стоит. Высыхает. Кстати не показала. Вот мою щетку. Щетку эту покупала на iHerb. Значит можно делать массаж как на сухую. Так можно делать массаж и на гель для душа. Или какие-то там средства. Здесь вот так. Здесь вот так. Прям классная штука. Вообще очень нравится. Рекомендую. Значит здесь у меня идет угол для мужа и сына. Ну гель для душа. Гель для душа. Ну как бы общий. Ну здесь с пионом вкусом. В основном пользуюсь я. Очень нравится эта марка. Значит здесь гель для душа. У меня Белита белорусская для них. Тоже классная. И вот это шампунь. Это что за шампунь? Белита тоже белорусская. Но мне не пошла. Они пользуются. У них короткие волосы. Мне что промыть не знаю сколько надо. Мне не очень понравилось. Потом просто в баночках расскажу. Висит у меня мочалка вот такая вот. Покупала ее в Турции. Очень нравится. Потому что эта мочалка хорошо снимает верхний аргавевший слой кожи. Вот это загрязнение. Очень-очень классно. И запросто прям. Ну блин. Другие мочалок у нас нет. Мы мочалки вот такие вот любим. Да. Потому что очень классно снимает. Кто въездит в Турцию, присмотритесь. Купите. Здесь душ у меня. Здесь что у меня идет? Ну тряпка, которой пользуюсь. Да. Значит. Скраб для тела. Камчатский. Об одном рассказывала. Вот у Камчатски у меня остался. Бабе Агафе. Присмотритесь. Дешево. Очень классно. Так. Дальше. У меня идет вот такое вот. Сейчас упадет. Вот такое вот. Такое средство. Фитнес-боди. Горячий скраб. Целлюлитный. На проблемные участки кожи. Разогревающий. Там с перцем. Ну вы знаете. Нравится. Нравится. Но не то, что вы там сделали один раз и все. Вы худенькая, стройненькая. Нет. Это как вспомогающее средство для того, что если вы, допустим, занимаетесь в спортзале. Ну или так просто, чтобы улучшить состояние кожи. Вот эта штучка, которую надо давно поменять. Ой, это массажное средство. Когда я наношу бальзам, я его распределяю, эту штучку, по всем волосам. Такая, короче, она старенькая уже. Старенькая. Дальше. Привет. Привет. Это я. Моё зеркало. Мои зубные щётки. А, их две, кстати. Одна моя, а другая сына. Мы пользуемся щётками из чёрного угля. Вот, по своё покажу. Вот. Чёрный уголь. Щетина из чёрного угля. Блин, так плохо будет видно. Только вот такую вот щётку. У мужа такой щётки нету. Пользуется только электрическая. А я то электрическая, то такой по-разному. Дальше. Так, это надо выкинуть. Зубная паста здесь у меня стоит. Здесь у меня мыло надо, кстати, новое налить. Ну, здесь у меня полотенчики висят. И мои ватные диски, которые я очень сильно люблю. Вот этой вот марки. И моя стоит тележка, которая мне тоже помощница вообще во всём. Потому что ванна маленькая и помогает мне. Ну, здесь как бы туалетная вода. Мужа, вот его, которую я покупала ему. Набор подарил на Новый год. Понравился, пользуется. Но вода не для зимы. Сразу могу сказать. Весна, лето вообще на ура. Не для зимы. Здесь крем для рук. Арифлэм дарил кто-то мне в прошлом году. В этом, вернее, году. Вот. Я уже в новом году. И как бы это... Ну, нормальный, короче. Муж у меня пользуется. Монаша дезодоранты. Моё средство двухфазное для волос. Чтобы хорошо расчёсывалось, пропитывалось. Ну, как бы расчёска. Дальше, что у нас идёт? Ну, здесь как бы первый такой отсек. Там крем для брытья. Дезодоранты, ватные диски. Что у нас ещё здесь? Бритвы. Это здесь у меня мыло лежит. Я кисти мою. Здесь у нас это средство для утюга заливать. Да. Дальше. О, тяжело открывается. Здесь у меня всегда какие-то припасы лежат. Припасы мои. Это бальзам, шампунь. Тоже маска новая. У меня всегда уже в наличии всё есть. Это средство очищающее для лица. Здесь у меня все краски для ресниц и бровей. Как буду красить, покажу, чем пользуюсь. Да. Тихо. Сейчас что-то рухнет. Здесь у меня, значит... О, кстати, вот это надо выложить. Вот такая вот зубная паста с платы. Очень люблю. Значит, она на чёрный уголь. Чёрный уголь, да? Вот с чёрным углём. Такая чёрненькая. Вот мыло новое купила. Зелёная аптека. Первый раз попробую. Надо залить, кстати. Надо вытащить. Да, здесь у меня, значит, уже этот... С фикс прайса салфетки всё в наличии есть. Эти штуки мне нравятся, которые я... Меланиновые губки с фикс прайса очень вообще люблю их. А что у меня ещё здесь? Ну, всякие тряпки, короче, туда-сюда. То есть, да, там тряпка половая здесь. Тоже губка меловиновая. Вот эти вот наборы в Леруа я покупаю. 100 рублей. 4 тряпки. Есть тряпки вот такие вот у меня. Покупала я отдельно. Там для стёкол, для мебели, для всего. Эта штучка... Не подумайте, она не грязная. Она просто покрасилась в чёрный цвет. Эта штучка для нижнего белья. Я, короче, надо вложить в отдельный мешочек для стирки и стирать, чтобы косточки до сголторах не вытаскивались. А последний ящик – это мои инструменты, которыми я укладываюсь. Мои эти утяжок, фен, расчёска и повязка для волос. Всё. Внизу на всякий случай всегда лежит вот такая вот щётка. Ну, как бы вот так вот. Вся моя ванна, вот моё устройство в ванне маленькое, но строится всё можно. Ну, а вот так вот у меня выглядит, когда уже всё повешено. Вот мои полотенчики новенькие, серенькие. Кстати, у меня случилась такая катастрофа. Я же покупала такие полотенца и голубые, да, вот были. Когда я красилась, одно полотенце я изуродовала просто-напросто осветлитель. Осветлил пятна, и я вообще так расстроилась. Новое полотенце. Никогда такого не было. Новое полотенце испортило. Так что, девочки, не только старые футболки одеваем у себя, но и старые полотенца используем. Здесь у меня висит полотенце сына. Здесь моё идёт этот, когда голову мою, колпачок. Здесь вот моё, мужа. И вот такие вот полотенчики для лица, для рук. Ну, вот так вот всё чистенько, аккуратненько. Теперь у нас весело повесила занавеску, постирала её. И сейчас завожу машинку, кстати. Вот как раз вот этим вот бимаксом завожу машинку для того, чтобы постирать полотенчики. Я, значит, вот этого полтора колпачка лью. Вот этой штучки. Я люблю, когда полотенце хорошо пахнут. И сюда колпачок, и сюда колпачок завела. Вот такой вот колпачок от него. Всё загрузила. Все три полотенца. Три. Все трёх, я имею в виду. Троих. Так, и чё? Вот пятен ставлю на тройку. Так. И чё? И чё? И всё. Поехали. Всё, забила теперь ещё машиночку, чтобы постирала. Ванна готова. Убрались мы с вами. Какие молодцы! Ну что, девчонки, наверное, буду на этом прощаться с вами. Потому что, не знаю, сколько там уже натикало у нас по времени. Сейчас буду монтировать, посмотрю, насколько вышел этот влог. Сегодня мы с вами вообще молодцы. Тем более я. Прям молодец я. Больше всего, если честно, ненавижу я убирать туалет и ванну. Потому что помещение маленькое, не развернёшься. И тяжело всё это делать. Я легче, ну, комнату или кухню, десять раз уберу. Ну, короче, я это сделала. Никак... Знаете, не так трудно убирать даже туалет, как ванну. Ой, я что-то прям вообще устала. Сейчас хочу покушать. Картошечку, которую мы приготовили. И всем приятного аппетита, кто у нас уже ужинает. Потому что время уже вечер. Как раз я сегодня даже не пообедала. Позавтракала только всё. И как раз вот заслужила поужинать. Наверняка сейчас сделала какую-нибудь маску. Надо помыть голову. Приведу в порядок себя. И уже встретимся в другом видео, в другом влоге с вами. Кстати, всё намереваюсь покрасить брови и ресницы. Ну, волоски. Так-то у меня, кстати, были вопросы. Спрашивали, да, татуаж у меня, девочки, на глазах. Или как по-другому называют, перманентный макияж. Я уже давно пользуюсь. Я очень довольна. Потому что... Ну, мастер у меня не здесь, не в Москве. Я ездию к себе на родину, где у меня мама живёт. Там, откуда я родом. Это у меня все девочки. Ну, они отличные мастера. Там опыт, как и у меня, большущий. Хочела ещё ресницы покрасить. Кстати, как бы буду красить, обязательно вам расскажу, чем я люблю красить. Профессиональной тоже краской. То, что много чего перепробовала. Получается прям хорошие чёрные реснички. Ну, коричневым я крашу брови, вот волоски. Ну, не часто, но крашу. Вот. Цвет мне очень нравится. Девчонки, немножко ещё подсмывается. Он становится прям блондинкой. Столько уже комплиментов получила. Где вы красились? Как вы получили такой оттенок? Это ни одной желтизны, ни одного волоска жёлтого. Ну, такое, короче. Вот. И это... Чё, неделька осталась до Нового года? Как у вас настроение? У меня... Сначала у меня было классное, а потом чё-то как-то я притихло. Потому что говорят, что после Нового года что-то как-то плоховато будет экономически. Меня это даже расстраивает. Ну, то можно там на работе, не знаю, что творится. Ну, короче, посмотрим, что будет. Будем надеяться верить в лучшее. Да. Так что вот так вот, девочки. Не будем унывать. Да, устала что-то я. Ну, всё, девчонки. Всем хорошего. Всё-всего хорошего. Всем хорошего вечера. Приятного аппетита, кто кушает ещё раз. Берегите друг друга. Так что, что нам делать с хозяюшком? Убираться, готовить и ухаживать за собой. Ну, всё. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok